Я вот здесь, простите, тоже немножко не могу успокоиться, пока не смогу достучаться и быть убедительной. Вот я в 30 главе открыла 374 статью, объект налогообложения, налог на имущество, где сказано, объектами налогообложения для российских организаций. Кстати, даже вот эта статья у вас есть, да? Сейчас мы ее в новой редакции откроем, чтобы мы с вами были убеждены. Объектами налогообложения для российской организации признаются недвижимые имущества. В том числе имущество, переданное во временное владение, пользование и распоряжение, это имеется в виду другому стороне, да? Если даже передали, вы платильщик налога на имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке установленных для ведения бухгалтерского учета. Бухгалтерского учета. А правила бухгалтерского учета это закон о бухгалтерском учете и те федеральные стандарты, о которых мы говорим. А налоговый учет есть у нас понятие, это уже 25 глава, да? Другой порядок учет. Вот поэтому здесь все, что мы говорим, как раз это и будет являться основой. Самое главное, что доказывать это несложно, потому что все, я говорю, вся цепочка полностью, исходя из наших стандартов, появляется. Значит, и так, ну мы дальше опять идем к материально-производственным запасам, или к запасам теперь так. Что еще здесь новое появляется? Ну, во-первых, себестоимость запасов понятна и так, да? То есть это формирование всех затрат, связанных с формированием стоимости запасов. Появляется вот это новое понятие, чистая стоимость продажи запасов. Это предполагаемая цена, по которой организация способна продать запасы в том виде, в котором организация обычно их продает. За вычетом предполагаемые затраты, необходимые для завершения производства и переработки запасов, подготовки их продажи, осуществления продажи. То есть имеется в виду, что, ну на самом деле, можно так немножко более грубо сказать, это некая цена, по которой вы способны продать эти запасы. То есть можно сказать, именно рыночная стоимость, но для ваших конкретных запасов, да? С учетом тех качеств, которыми они на сегодня обладают. И с учетом рынка купли-продажи, с учетом тех качеств, которые они обладают. Это вот тоже категория международных стандартов. Потому что действительно чистая стоимость запасов, она будет сейчас определяться и нужна нам как определенная категория. Причем чистая стоимость запасов может определяться на каждом этапе отдельно. А правильнее, например, можно так говорить, что в конце каждого года вам придется определять чистую стоимость запасов ваших, которые сложились. Потому что теперь заложено обязательное требование в бухгалтерском учете уценивать чистую стоимость ваших запасов, вернее, чистую стоимость ваших запасов до... Вернее, прошу прощения, балансовую стоимость ваших запасов, по которой вы их сформировали, или, правильнее сказать, себестоимость, до чистой стоимости запасов. Я для сравнения опять же скажу. Если раньше, когда мы с вами оценивали материально-производственные запасы, у нас, пожалуй, слабым сложным моментом было создание так называемого резерва под обесценение материально-производственных запасов, он возникал как право. И часто Минфин или аудитор, потому что такого резерва у нас нет в налоговом учете, говорили, что если, например, у вас какие-то материально-производственные запасы находятся без движения, допустим, они там потеряли свои потребительские качества, или какая-то товарная продукция лежит уже, она не может быть продана на рынке или продается по низшей цене, то вы должны создать вот такой резерв под обесценение. То есть в балансе у себя показать реальную стоимость этих запасов. То есть вы уменьшаете эту сумму до реальной цены, по которой вы сегодня способны их продать, и делали вот эту бухгалтерскую запись. Кредит 14-го счета и дебет счета затрат. Вот он получался. В бухгалтерском балансе свернуто отражали вот эту сумму активов. Кто-то создавал, кто-то не создавал, потому что, как всегда, многие воспринимают резерв, это право. А вот теперь в данном положении сказано, что вот это доведение стоимости ваших запасов до чистой стоимости, это является обязательным вашим элементом. И в конце каждого года нужно обязательно такую операцию делать. Здесь же эта ситуация также сказана, сейчас я напомню, где она, потому что я немножечко перескочила эту ситуацию. Сейчас, просто тоже он еще у меня до конца не примелькался полностью. Так, это вот четвертый раздел. Посмотрите на 26-й страничке. Оценка после признания. Где применяется вот это понятие чистая стоимость продажи. Оценка после признания. 26-й пункт. И здесь говорится, запасы оцениваются на отчетную дату. Но отчетная дата имеется в виду дата отчета бухгалтерского баланса. У кого-то, может быть, это и квартал, а у кого-то, может быть, это год. Но общепринято у нас год, если кто-то для себя специально порядок не установил. Поэтому здесь и говорится, что оценить на отчетную дату запасы нужно по наименьшей стоимости. Или до себестоимости, по которой вы их изначально сформировали, приобретали, если она не меняется. Или чистая стоимость продажи. А вот чистая стоимость продажи может возникнуть в каких случаях? Если ваши запасы морально устарели, или, например, потеряли свои первоначальные качества, или снизилась их рыночная стоимость, или сузился рынок сбыта и так далее. То есть по логике вообще, с точки зрения позиций международных стандартов, надо понимать так, что те запасы, которые у вас лежат на складе, которые вы отражаете в составе запасов, это работающая позиция. Это то, что вы будете применять. В соответствии с международным стандартом, если у вас лежат на складе запасы, которые вы не будете применять, и вот на текущий момент вы понимаете, что они вам не нужны, ну, например, у кого-то на заводах скапливаются неликвиды, годами лежат, и вы понимаете, что вот на текущую дату вообще никак не решен вопрос, и вы не будете их использовать. В этой ситуации, вот здесь вам говорят, нужно их уценить до чистой стоимости продажи. Но если вы понимаете, что вы продать их сейчас не можете никак, значит, вы их уцениваете до нуля. Но не резерв в этом случае применяете, а применяете вот эту запись уценки, то есть, например, кредит десятого счета в аналитике с дебетом счета прочих расходов, например, девяносто первый счет, и у вас уценилось. Поэтому, получается, у вас сальдо по этому запасу будет ноль. Но это не говорит о том, что вы вот уценили и все. Это важно, потому что в этой ситуации, когда мы показываем запасы в балансе, мы должны отвечать за каждый запас и понимать. Не потому, что они там лежат, потому что мы, как материально ответственные лица, на склад их сложили, ответственные за них. Нет. Потому что мы должны показывать те запасы, которые какую-то роль играют в нашей деятельности. А если они никакой роли не играют в нашей деятельности, тогда отражая их, например, как запас в балансе, мы практически нашим учредителям даем ложную информацию, говоря о том, что вот посмотрите, у нас тут на миллион материально-производственных заказов, учитель смотрит, говорит, ой, какая красота, да, какой я там богатый, у меня тут активов на миллион. А на самом деле, если когда там копнуть, там на самом деле нет ничего. По идее, даже продать не за что. И поэтому, получается, мы ему доносим информацию неверную, а он должен верной информацией обладать с точки зрения развития своего бизнеса. И поэтому здесь и существует вот эта операция с уценкой. То есть вы их уцениваете, например, до нуля. Но может так ситуация быть, но на складе они лежат. Некоторые говорят, где там, на забалансовом счете отражать или нет. Нет, у вас все равно есть учетные документы, у вас все равно в учетных документах эти материалы есть. Другой вопрос, что если в дальнейшем вдруг вы нашли покупателя, который все-таки купит эти запасы хоть по рублю, хоть по копейке какой-то, то тогда в том периоде, когда вы видите, что все-таки реально это себестоимость их выше, чем вот эта чистая стоимость их, да, или чистая стоимость в результате увеличивается, вы возвращаете их на свое место. Или вы дооцениваете по той стоимости, по которой вы готовы продать, например. И у вас уже получается дебет десятого, кредит девяносто первого. Вот как бы вот эта логика, которая здесь заложена. Я понимаю, что сегодня она не очень понимаема до конца, потому что мы с вами немножко по-другому привыкли бухгалтерский учет воспринимать. Лежит на складе, значит, должен быть на балансе, да. А здесь именно идет оценка именно реальности наших активов с точки зрения применения в нашей деятельности. Вот это то, что нам и хотят сказать. А чисто практически не подскажете, просто какие-то документы. Да, вот это основание чего. Дело в том, что в этой ситуации делаются акты абсолютные, да. Ну вот, например, смотрите, я понимаю, что, конечно, на небольшом предприятии вся проблема свалится на главного бухгалтера в рамках достоверной оценки. Поэтому, ну, например, допустим, если действительно, ну, как вот сказать, я вот к этому отношусь каким образом? Я и раньше вот это обесценение проверяла. То есть я смотрю, у организации есть материально-производственные запасы. Вот я наблюдаю, например, год, два, трети материально-производственные запасы не двигаются. То есть они вот как лежали остатками, так и лежали. Значит, суть та же самая, что и по резерву. Значит, я, допустим, обращаюсь к организации или там прошу дать мне объяснение, почему эти запасы вами не используются. Ну, например, первое объяснение может быть. Организация говорит, мы занимаемся производством продукции, мы закупили эти материально-производственные запасы, они лежат на складе, мы будем их использовать. У меня вопросов нет. Даже если в этом случае в будущем организация следующие виды запасов покупает по более низкой цене, например, одни стали по более высокой цене, да, вторые по более низкой цене, такое может быть, то, например, даже с точки зрения вот этой новой методики, этого стандарта, здесь говорится так, что если даже вы все равно будете использовать вот эти запасы в производстве продукции, а себестоимость производства продукции не меняется, то есть по логике вы будете продавать их по той же цене, да, то в этом случае вы их тогда не уцениваете до чистой стоимости. То есть они у вас как были, так и остаются. То есть, опять же, это тот вариант, что вот, например, лежат запасы, мы в будущем их будем использовать. Поэтому в основном этот риск идет к тем, которые как бы не используются, да. Например, поэтому вот, если вот такие неликвиды, то, например, я для себя оцениваю сегодня, ну, это опять не только ваше, я понимаю, что это тоже. А рыночная, получается, надо лазить на сайт, вот просто как рыночная стоимость, например. Дело в том, что здесь даже не сам факт рыночной стоимости, потому что если будем, да, а здесь факт того, что, да, реальная стоимость продажи можно или нет. Ну, может быть, такая ситуация, например, вот грубо, как вот еще Минфин предлагал эти варианты. Вот, допустим, у вас есть, опять же, вот такая себестоимость. Например, вы заключаете договор или предполагаете заключить договор на продажу, к примеру, тех товаров, которые купили, да, но на продажу товаров по более низкой цене. Почему? Потому что ваш покупатель уже не хочет покупать по той цене, да. Уже рынок просел в этом случае. Вот Минфин давал здесь прямые рекомендации. Говорит, ну, если у вас этот договор приходится на следующий год, значит, вы в текущем году сделаете вот такое обесценение, то есть вы уцениваете этот товар до цены его продажи вашему покупателю. То есть вот уценку эту делаете таким образом. Это тоже можно применить. Например, другая ситуация. Вы напроизводили товары, продаете, сначала продавали по увеличенной цене, потом опять поменьше, опять вы уцениваете стоимость этого товара до той цены, по которой вы сегодня его продаете. То есть вот она чистая стоимость. Это с товаром. Ну, с материалом, я еще раз говорю, здесь два варианта. Или можно просто до нуля списать, потому что если это не ликвиды, 10 лет на складе лежат, и вы их не расчищали, ничего не делали, вы списываете. Такой вариант, да. Ну, или если есть хоть какой-то предполагаемый вариант его продажи с уценкой, то тогда до этой уценки. Но это уже какие-то ваши умозаключения. Просто несколько видов материала. Их там сотни штук. И уценивать, вот просто чисто вот уценивать там и на 100%, там, не знаю, на 10%, все по-разному. Это вот как вот все эти материалы уценивать? Ну, это огромная работа. Нет, это просто, это вообще. Это огромная. Ну, давайте, во-первых, исходить еще из следующего. Есть еще такое понятие из бухгалтерского учета существенность, его никто не отменял. Поэтому, конечно, если у вас, например, на учете, допустим, возьмем позиции, для себя определяем, что представляет собой существенность, да. Ну, допустим, мы с вами вправе установить его в бухгалтерском учете. У нас есть такой критерий, который как бы балансирует с гражданским, с кодексом об административных правонарушениях 10%. То есть считается, что если вы отразили в бухгалтерском учете статью, то она считается, то есть если реальное ее отражение, будем так говорить, отклоняется в размере 10%, то есть нарушение 10%, значит, это уже существенное нарушение данной статьи. Эту существенность можно для себя применять и для оценки материально-производственных запасов. Поэтому вы смотрите, если ваши материально-производственные запасы в виде каких-то конкретных наименований, в общем объеме вашей себестоимости, к примеру, не превышая 10%, например, там гости какие-то, что-то, вы говорите, ну, в пределах 10% мы считаем величина несущественная, поэтому чистую стоимость запасов по ним определять не будем. То, что представляет собой свыше 10% по наименованиям, опять же табличку составили, вы начинаете уценивать, потому что действительно это может повлиять на статью запасов. Таким путем можно подойти. Но действительно самое главное, ну нет этих рецептов. Нет, просто получается со следующего года перед составлением у нас получается перед инвентаризацией мы делаем обязательно порядок инвентаризации, перед составлением баланса, а потом мы делаем оценку в любом случае и делаем вот этот вот расчет. А там уже в зависимости от того, делаем оценку, не делаем оценку, но у нас должен быть расчет сравнения. Да, потому что на самом деле, если, опять же, для кого это нужно, как мы говорим, если вас придут проверять аудиторы, то они в первую очередь обратят внимание, была ли оценка до чистой стоимости ваших запасов. И в этой ситуации вы должны сделать определенный расчет или обосновать, что, допустим, в данном случае у вас на складе, иногда даже я вот рекомендую в пояснительной записке написать, что, например, у вас на складе все запасы имеют сегодня актуальную цену, продаются по той же стоимости, и поэтому необходимости в оценке или переоценке этой стоимости до величины чистой стоимости продажи, допустим, отсутствуют, нет необходимости, или вы две-три позиции какие-то выделили, говорите, вот эти мы переоцениваем. То есть вы должны будете обосновать. Не просто это не сделать, а именно вот в каком-то виде, в виде вот этого обоснования это представить. А в налоговом учете? В налоговом учете, это бухгалтерский умер. А в налоговом учете такой ситуации нет совсем. В налоговом учете, как была у вас себестоимость приобретения, она так и остается. В результате у вас будет разница, да, которая здесь возникнет. Ну, нам можно минимизировать эти разницы теперь с введением новых стандартов. Минимизировать эти разницы? Вы меня спрашиваете, можно ли, да? Ну, можно ли в том случае, если, например, то есть, к примеру, все запасы для вас актуальны. Может быть, даже ситуация возникнет так, что, вот, вот, к примеру, переходя, допустим, на 2019 год, вы уже на начальном этапе рассмотрите вариант о том, что у вас не будет, допустим, вот те материально-производственные запасы, которые не будут использоваться вами в дальнейшем. Вы уже их уцените до чистой стоимости запасов или до нуля. И у вас как в бухгалтерском, так и в налоговом останутся те запасы, которые в дальнейшем будут использоваться. Например, если до нуля, а если все-таки до какой-то минимальной оценки, то здесь уже никакой минимизации нет. Это как я в налоговом думала? Ну, списать. Ну, я имею в виду, вы спишите их, естественно, для цели бухгалтерского... Нет, подождите, для цели бухгалтерского учета, да? В налоговом учете у нас с вами расходы. Просто если мы в бухгалтерском учете эти запасы списываем, то они у нас дальше в налоговый учет в виде расходов никогда не попадут, и все. Вот что можно, да? Поэтому в этом отношении сказать, что здесь абсолютно можно сблизить сложно, просто дальше у вас пойдут учитываться только те запасы, которые есть и в бухгалтерском, и в налоговом. То есть те актуальные, которые на текущую дату есть. Говорить о том, что это вот... Ну, это редкие предприятия, я еще раз говорю, может быть, крупные предприятия, может быть, заводы какие-то, которые производят. У них действительно будет эта чистая стоимость продажи действительно приводить, возможно, к уценке. Но если организация работает вот в оперативном режиме, там, купила, продала, произвела там определенным образом, то, может быть, это и не возникнет. Это не значит, что это все обязательно должно быть. Может быть, это и не возникнет. Потому что, на самом деле, вот этой оценкой вы же сами будете заниматься, и вы реально видите. Например, если чистая стоимость продажи, к примеру, даже снизилась там на 5, на 10 процентов, то у вас может быть мнение о том, что на самом деле в связи там с рынком и так далее она поднимется. Вы можете это мнение высказать и не оценить. Потому что никто, кроме вас, вот не будет заниматься экспертизой стоимости этих запасов. Но, тем не менее, все равно ее надо принимать. И это, опять же, получается, не право, это норма, которую нам ввели, которая должна отражать реальную составление баланса. Это относится, к товарам это относится. У нас был у нас запутан, лет 10 назад, и висит на сданке. Она уже не будет никак входит. Да, это и есть, вот к этому это относится. То есть, получается, в данном случае, да, у вас возникает, нужно его оценить до нуля, потому что его не будет, как нахалово. Комиссию нужно создавать. Что? Комиссию нужно создавать для того, чтобы приказ. Безусловно, какие-то, ну, будем так говорить, конечно, какие-то специалисты в этом должны участвовать, потому что не только бухгалтер принимает это решение, и кто-то. Ну вот, я против. Да, комиссия какая-то должна быть, безусловно, как правило, да, на себя. Так, что еще здесь? Так, следующее, еще отдельно, я вот так обращаю внимание, дальше идем. Так. Потому что, вот смотрите, вот восьмой пункт, посмотрите, пожалуйста, на 24-й страничке восьмой пункт. Вот это, ну, как сказать, логика данного положения. Запасы признаются, это значит, они могут быть отражены в бухгалтерском балансе в статье «Запасы». Запасы признаются в качестве актива при одновременном соблюдении следующих условий. Существует высокая вероятность, что понесенные затраты в виде приобретенных запасов обеспечат организации получения в будущем экономических выгод. То есть, ваши запасы будут использоваться для получения выгод. Это вот это первое. И второе, сумма понесенных затрат или приравненная к ней величина может быть определена. То есть, вот эти два условия. Поэтому первое условие, если запасы, которые лежат у вас, они не принесут вам в будущем экономических выгод, то в данном случае единственным им путь списаться, да, потому что вы не сможете их продать, ничего получить, и ни в производство не включите и так далее, то в этом случае вот это и есть вопрос о том, что их нужно оценить до чистой стоимости. Вот таким образом отсюда и возникает вот это вот требование. То есть, получается, за каждый запас нужно как-то отвечать пониманием того, что он будет использоваться. Дальше, что еще здесь интересного? Так, вот еще такая ситуация. Ну, во-первых, двенадцатый пункт. То, что касается, кстати, про упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, вы здесь между строк прочитаете, потому что здесь чаще всего и пишется, что себестоимость приобретенных запасов для тех, у кого упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, значит, опять же, может учитываться только по цене приобретения, при этом данные затраты сразу списываются в расходы. То есть, у налогоплательщика, при условии, что у организации не остается каких-либо там существенных запасов там на складах. Это ситуация может быть, когда, например, небольшое предприятие прям сразу покупает материалы под заказ, купила и сразу в производство их отнесла. Поэтому в этом отношении ему разрешается, если оно применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета, сразу приобрести и сразу в затраты списать. То есть, существенных затрат, существенных остатков нет на складах, поэтому сразу списывают в затраты. Так, вот 13 пункт, посмотрите, тоже, я так понимаю, что вызовет сейчас недоумение, но заложили нам такое условие. Это тоже из международных стандартов. При приобретении запасов на условиях отсрочки, рассрочки платежа на период превышающий 12 месяцев или установленной организацией меньшей, но лучше, наверное, не надо устанавливать меньше. Себестоимость запасов формируется исходя из суммы, которая была бы уплачена организацией при отсутствии указанной отсрочки. Разница между указанной суммой и номинальной величиной подлежащих уплате в будущем денежных средств учитывается в порядке, установленном для учета процентных затрат в течение периода отсрочки. И одновременно с этим 18 пункт, посмотрите, я сейчас объясню, что это такое. 18 пункт, на следующей страничке смотрим, там пункт Д, это то, что включается в себестоимость запасов. А там сказано, себестоимость запасов включается связанной с запасами проценты и другие долговые затраты, которые в установленном порядке подлежат включению в стоимость запасов активов. Что это такое? Это такая вот ситуация возникает. То есть, если вы приобретаете товары на условиях отсрочки или материалы на условиях отсрочки, ну, обратите внимание, срок более года, поэтому лучше отсрочку не делать такой. То, например, приобретаете вы эти запасы, вот у нас обычные, да, например, за 100 рублей. То есть, в данном случае вы отразили обязательство 100 рублей. Но если вы отсрочку сделали, ведь реально-то получается это некая личная займа, да? А если это некий займ, то для вас бы, возможно, была бы установлена сумма уплаченных процентов. А поскольку есть такое понятие в международных стандартах, как дисконтирование, то есть ставка дисконтирования. Эта ставка дисконтирования предлагается организациям ее самим установить, да? Ну, ничего мы с вами придумывать не будем, кроме как установить ее в размере учетной ставки. То есть, учетной ставки, которую установил Центробанк. И получается, вот эту величину мы с вами должны пересчитать с учетом как бы уплаченных процентов за период пользования этим займом. То есть, как мы считаем, да? Это вот это само обязательство, например, на учетную ставку умножим, да? Разделим там, ну, если это год-то на год, а если какое-то количество меньшее, там, на 365 дней и на количество дней. И получаем так называемую величину процентов, которые мы должны были уплатить. И нам в этом случае говорят, что эта сумма должна учитываться как величина процентов или вот этих долговых обязательств. То есть, мы в себестоимость наших материалов включаем еще вот эту сумму процентов. Можно ее отразить вот как проценты сначала, как долговое обязательство. У нас уже, например, там, допустим, равна 20 единицам, уже будет обязательство 20. Можно эту ситуацию отразить на самом деле, чтобы не путаться, сразу в составе доходов 20 единиц. То есть, потому что мы же ее оплачивать не будем. Даже если потом обязательство будет исполнено, и вы оплатите всего лишь 60, вас никто больше не требует, вы все равно спишите ее в состав нереализационных доходов. В бухгалтерском учете, в налоговом учете нет. То есть, получается, мы с вами искусственно доначислили стоимость материально-производственных запасов за счет формирования вот этого нереализационного дохода. Такая методика есть в международных стандартах. То есть, мы тем самым показываем, сколько реально стоит этот материал, с учетом того, что нам бы пришлось уплатить. Потому что деньги имеют определенную тенденцию обесцениваться. Вот это обесценение мы с вами сюда и заложили, именно в рамках денег. А вот и все-таки раньше, как и садится. Ну, если это ситуация, на самом деле, никто не мешает что-то поправлять. Если вы изначально приняли более 12 месяцев, а потом все-таки расплатитесь ранее, то в этой ситуации можно, например, сделать, как бы, исправительные записи, экстренировать эту операцию и уменьшить ее. Ну, как бы убрать это начисление процента. Убрать это начисление процента. Более того, если, например, рассказано, что отсрочка платежа, может, опять мы говорим здесь, нет вот таких жестких моментов здесь, как, например, в налоге на прибыль. Допустим, действительно, нам отсрочку платежа дали на период более года. Но вы, допустим, с своим руководителем поговорили, решили, нет, мы расплатимся в более короткий период. Вы приняли это решение, да? Но если хочется, можно где-то там зафиксировать, что вы его приняли это решение. И вот то, что вы приняли решение рассчитаться ранее года, дает вам право уже рассуждать по-другому. Вы говорите, вот в связи с тем, что мы все-таки раньше года рассчитаем, мы вот такую дооценку производить не будем, понимаете? Бухгалтерский учет – это и есть наше суждение. А в налоговую попадает? Нет, нет, здесь ничего в налоговую. Чистый бухгалтерский учет. Налоговая – вот стоимость обязательств. Все. Опять пишем? Вот это вот исключаемость. Да, да. И расходы исключаемые, да? И стоимость, конечно, она не будет увеличиваться. И, боже упаси, это будет необоснованный расход. И сами налоги переплатим, зачем это нужно? То есть, получается, это возникает вот такая постоянная разница между бухгалтерским налоговым учетом, которая как таковая будет. Если отсрочка – более года. И все, зафиксировали. Или, я еще раз говорю, суждение профессиональное никто не отменял. Сказали – более года, риски есть. А дальше говорим, что вот, нет, принимаем решение, что рассчитаемся мы в любой установленный срок, например, где-то себе там в положении, внутри приказом каким-то, может, совещание какое-то было, да? Вам, как бухгалтеру сказали – нет, финансовый директор говорит, не важно, что такое договор заключили. Рассчитаться вы должны там через полгода, например, да? И вот это уже дает вам основание говорить, нет этого. Но в силу того, что нам потом, опять же, ведь для кого это делается? Это, в первую очередь, делается для того, чтобы, опять же, учредитель реальную оценку наших активов видел. Если эту ситуацию порой приходится, чаще всего мы понимаем, пришли аудиторы, увидели такой договор, где у вас долговые обязательства, значит, в этой ситуации какую-то справочку себе составили, там принято решение рассчитаться более короткий срок. Ну, естественно, нужно понимать, что это как-то должно быть отражено, да? Ну, вот такие вот, это все суждения наши теперь вот такие вот появляются, да? Ну, или стараться не заключать. Некоторые говорят, а если, например, мы на полгода заключили отсрочку, потом переписали, ну, я говорю, тогда это и будет, исходя из того, что на текущую дату возникло. На полгода, значит, не создаем это долговое обязательство. Ну, потом на полгода еще продлили, ну, что делать? Вторично уже не будем создавать, да? Можно и таким вот и за... А если у продавца, ну, наоборот? У продавца это, да, наоборот, но у него пока нет у нас положения по расходам, у продавца, поэтому мы его пока не видим. А это положение будет только в 22-м году. Конечно, не дайте по факту. Представляете, что делается? Поэтому у продавца, хотя на самом деле у нас уже дисконтирование заложено, уже есть эти элементы даже в наших действующих ПБУ, мы просто их не замечаем, мы вообще стараемся на них не обращать внимания. Ну, с практической точки зрения, вот кредит 60-й, если мы отразим, да, у нас даже от сверки не сойдет. Значит, 91-й сразу отразим. А это неправильно, а вдруг мы расплатимся раньше? Вот в том-то и смысл заключается, что наш бухгалтерский учет, он теперь находится постоянно в динамике. Вот если мы раньше привыкли, вот написали, там, перо и забыли, а здесь постоянно в динамике, постоянно пересмотрели, уточнили, рассмотрели. Ну, учитывая то, что... А я ничего не говорила, а я ничего не говорила. К сожалению, вот это так. Все равно, ну, как бы просто сейчас воспринимайте, я понимаю, что какие-то моменты, может быть, вы как бы не сразу будете принимать, но никуда уже от них не денешься, все равно мы к этому подойдем. Могло произойти намного по-другому, почему Минфин так лояльно к этому подходит. Потому что могли нам еще 4 года назад международные стандарты вот так ввести и сказать, пользуйтесь, и все. Может, с другой стороны, лучше бы, помучились бы, помучились, да начали бы понимать. А сейчас, видите, вот такими крупицами, поэтому не знаешь, как это делать. Правда, я знаю, это самое, всю такую Россию огромную надо поставить на колени ради, господи, единиц, которые работают с международными организациями. Здесь учет надо переломать. Все, к сожалению, не то, что он переламывается даже, я даже не знаю, я и так, и так по этой ситуации думаю. Нет, конечно, с точки зрения понимания, да, здесь меняется мировоззрение. У нас оно было несколько и другое. Так, в следующей... То есть, консервативно у нас было. Да, оно было более консервативно. А сейчас оно более динамичное. Но с другой стороны, у нас... Существует управленческий учет. Существует управленческий учет. У меня, мои родители, это вообще... Что хотите, делайте, присутите как угодно. Я просто говорю. Добавляйте. Так, в следующий момент... Если налоговый хотя бы приведут в соответствии с международными губалтерскими, уже проще было. Ну, дело в том, что когда еще налоговый учет возникал, рассматривался всегда вопрос о том, что на предприятиях должно быть два специалиста обязательно. Ну, я имею в виду, по крайней мере, кто-то отдельный специалист, который занимается налоговым учетом. И это основная задача ставилась тогда, когда придумали налоговый учет. Но сначала это вроде как-то активно проповедовалось. Потом 2008 год один кризис. 2014 год еще один. Да, никто на предприятиях расширять так масштабы не собирается. Ну, что там говорить, сами все знаете. Поэтому все перешло к одному. Ну, вот поэтому и ввели. Опять же, это вопрос о том, вот поэтому и ввели первый стандарт такой мягкий. Это еще не самый большой стандарт. Это еще пока... Вот если опять убрать эти проценты, переоценку, в принципе, там все вроде... Ну, что касается обесценения, или вот до чистой стоимости продажи, это, в принципе, вроде как и раньше было, да? Так, что еще здесь? 16-й пункт. Посмотрите, пожалуйста, 16-й пункт. Я все равно обращаю ваше внимание, потому что он и не очень нравится, но что делать? 16-й пункт. Значит, здесь говорится следующее. Себестоимость... Это вообще речь идет о себестоимости запасов, которые возникают в результате извлечения, разборки. То есть раньше этого нигде не было прописано. Вот извлекли, разобрали, как это... По какой стоимости принять, да, к учету? А здесь теперь говорится так, что вот эта себестоимость запасов, остающихся от выбытия, в том числе при частичной разборке там основных средств, признаются в учете по наименьшей из следующих величин. По наименьшей. Первое. По стоимости, по которой учитываются аналогичные запасы, используемые в организации. То есть имеется в виду, вот вы разобрали, например, у вас там шины остались или колеса. Вот если вы приобретаете эти колеса по какой-то цене, вы можете их принять к учету по этой же цене, но нужно применять наименьшую из этих величин. Сравнивая. А вот вторая. Это сумма балансовой стоимости списываемых активов. Остаточная стоимость списываемых активов. Дальше. И затрат, фактически понесенных, в связи с демонтажом и разборкой, связанных с извлечением запасов. То есть вы можете в качестве такой себестоимости этих запасов признать, остаточная стоимость у вас кусочек там возник. И плюс вы добавляете туда те затраты, которые связаны с разборкой. Зарплата, страховые взносы. Вот они у вас образовали. И дальше смотрите. Или это непосредственно стоимость таких же запасов, которые вы приобретали за деньги, или вот эта себестоимость. Так какая наименьшая, по той вы принимаете их к учету. Вот это имеется в виду. Но, по крайней мере, хотя бы методику здесь дали. А раньше, как мы говорили, рыночная стоимость, потолок. Думаем, что там, да? А сейчас вот она такая и есть. Так, следующие моменты. Ну, опять же, вот здесь, здесь опять что не включается в себестоимость запасов. Ну, тут и понятно, управленческие различные расходы на продажу, рекламу и так далее. 21 пункт, он просто оригинален в своем понимании и используется исключительно для производственников, тех, кто производит продукцию непосредственно, да? У кого-то уходит постоянное, регулярное, серийное производство. Значит, здесь имеется в виду, и могут возникнуть колебания в рамках производства продукции не сезонного характера, а вот по каким-то другим обстоятельствам, например, спрос упал и так далее. Вы начинаете выпускать, или ваш предприятие начинает выпускать меньше продукции. И вот здесь говорится о том, как себестоимость в этом случае рассчитать, ну, будем так говорить, вот этой, в нашем понимании, незавершенной готовой продукции. Здесь говорится, опять затраты есть производственные, которые напрямую идут в себестоимость изготавливаемых продукций. Дальше идут так называемые переменные производственные затраты. Это те, которые невольно все равно зависят от объема выпускаемой продукции. И дальше идут условно постоянные производственные затраты, которые от этого не зависят. К кому можно отнести? Например, руководитель производственного подразделения. Все равно зарплата была и есть. Вот такие элементы неких управленческих расходов, но относящихся непосредственно к производству. И говорится так, что если, например, у вас идет какой-то нормативный выпуск продукции, каждый период одно и то же, но в каком-то периоде, например, такой объем выпуска продукции просел, и опять же это не сезонное колебание, а какие-то другие причины, то тогда формируй себе стоимость продукции. Вы туда списываете, естественно, вот эти прямые расходы непосредственно производственные, потом переменные производственные полностью относите, а вот эти условно-постоянные списываются в каком объеме? То есть эти условно-постоянные расходы в каждом отчетном периоде умножаются на соотношение. В числителе будет вот этот фактический выпуск продукции за этот месяц, например, а в знаменателе нормативный выпуск продукции. То есть получается, находим соотношение фактического выпуска к нормативному, умножаем на условно-постоянные расходы и списываем это в себестоимость. Но некоторые скажут, а куда остальное, а куда? Остальное просто в расходы, и все. То есть расходы не теряются, но это опять же, вот правильно говорите, заложено для того, чтобы реально оценить себестоимость этих запасов в результате понижения этого выпуска. Потому что если бы мы туда списали все запасы, все расходы, то у нас бы себестоимость колебалась вот так вот каждый квартал, да? А здесь она должна быть реальная. Поэтому вот эти элементы здесь тоже заложены. Так, что еще здесь есть такое интересное? Ну, что касается там признания запасов или списания по плановым нормативным затратам, это есть. Торговые наценки также остались, ничего здесь не меняется. Дальше, по вот эту вот уценку до чистой стоимости, это я тоже сказала. Далее, так, ну, вот пятый раздел списания запасов. Ну, оно такое теоретизированное, понимается, что на самом деле пока ваши запасы проходят со стадии на складе, потом вне завершенки, они не списываются. Списание подразумевается, когда они непосредственно попадают уже в списание при реализации. Ну, мы так и понимаем, да, они уже все равно у нас остаются. То есть они в результате как бы отражаются на счетах учета. А вот 37-й пункт, посмотрите, опять то же самое, вот это вот там была переклассификация и здесь. В случае, если назначение признанных запасов изменяется таким образом, что в новом назначении они не могут далее считаться запасами. Например, материалы, ранее предназначавшиеся для производства или при продаже, предназначаются для создания внеоборотных активов. Но это опять то же самое. Купили материалы, сначала отнесли на обычный счет учета 10-й, потом поняли, что оказывается это нужно нам все-таки для того, чтобы построить какой-то объект внеоборотных активов. И поэтому по балансу он уже будет у нас относиться не к статье запасов, а к первому разделу прочих внеоборотных активов. То в этом случае, если это возникает в каком-то конкретном году, то отражается этот актив без ретроспективного изменения данных. Это еще одна ситуация, вы знаете, да, ретроспективы, это когда изменение каких-то показателей связано с тем, что мы и показатели предыдущего года пересчитываем в сравнении. Вот такой перенос будет, ретроспективно не будет отражаться. Далее, и, наконец, дальше идет вот шестой раздел раскрытия информации в отчетности. Это то, что мы должны в принципе в отчетности отражать, может быть, пояснительной записке или как бы по счетам баланса у нас это должно отражаться. Ну а дальше вот этот переходный момент. На самом деле переходный момент здесь изложен вот просто, я не знаю, как конфета какая-то. Что уж они этим хотели сказать. Ведь вся проблема заключается в том, что, как правило, многие организации, ну не многие, а мы как бухгалтеры боимся перехода на новый стандарт, именно в связи с тем, что нам придется какие-то показатели пересчитать и, может быть, в предыдущем учете, особенно крупным предприятиям, отразить ретроспективное это изменение по статьям баланса предыдущих лет. А вот здесь нам говорится следующее. Ну, кстати, сначала, вот посмотрите, 40-й пункт говорит, организация применяет от стандарта, начиная с отчетности, за 2019 год. Организация вправе начать применять настоящий стандарт до указанного срока. Но уже до указанного срока не будешь применять, 2018 год заканчивается, поэтому здесь уже никак. А 41-й пункт, следующий говорит, это уже переходное положение. Последствия изменений учетной политики в связи с началом применения настоящего стандарта отражаются по выбору организации ретроспективно. Это может привести к тому, что, например, если вы будете делать вот это обесценение, ну, как вот эту оценку до чистой стоимости, то в этом случае, может быть, возникнет вопрос о том, что вам нужно аналогичным образом вот это обесценение показать в предыдущих годах. Ведь что такое ретроспектива? Это сравнение показателей текущего года с аналогичными показателями прошлого года в той же самой методике. Потому что, например, если в прошлом году у нас запасов был там, например, на миллион, а мы сделали вот эту вот чистую стоимость, как бы оценку наших запасов до чистой стоимости, и теперь это ноль, то как эту ситуацию, когда мы просто в балансе видим, получать сегодня ноль, а вчера миллион, что-то, значит, произошло, продали. Да, мы не понимаем, что эта оценка произошла. Поэтому, на самом деле, ретроспектива предполагала бы, что мы можем это все, мы должны бы это все точно так же уценить и прошлыми годами, чтобы было сравнимо это все в рамках нашего баланса. Но здесь у нас, в общем-то, как бы наши разработчики пошли более лояльно. Они сказали, что последствия учетной политики в связи с применением этого стандарта могут по выбору организации отражаться ретроспективно, это с учетом пересчета предыдущих показателей, либо перспективно, то есть не надо пересчитывать предыдущие показатели. То есть в этом случае организация просто сама для себя примет это в учетной политике, как она будет это действовать, и потом, когда отразит, когда закончит формировать баланс за 2019 год, в своей пояснительной записке тоже напишет, что переход на применение данного стандарта производился без применения ретроспективного метода, да, и сошлется вот на данный стандарт. То есть вот оно и получается. И поэтому, если, например, придут аудиторы и будут смотреть на это, не понимать и скажут, вы должны были ретроспективно это отразить, вы скажете, нет, ни в коем случае, потому что вот мы имеем право выбирать, нам дали возможность уже на стадии применения его выбрать. То есть получается, мы переходим тогда с этими остатками на следующий год, какие у нас есть, и дальше уже в том году работаем с ними, приводя их в то соответствие, которое требует данный стандарт. Но опять же видим, не так уж и много этого соответствия. То есть если говорить буквально, то это вот что у нас в этом случае? Вот эта вот переоценка, я так понимаю, больше всего смутила, да, и смутила вот уценка до чистой стоимости. Все остальное вроде бы как было, так и осталось. Плюс еще нам дали возможность и расширили нам возможность понимания под запасами различных объектов интеллектуальной деятельности, что не вызывает теперь сомнения. По сути дела мы можем их признавать. Ну и просто понимать, что вот эти вот все категории, которые здесь перечислены, в бухгалтерском балансе должны у нас лечь по статью запаса. Вот и все. Все остальное вроде как, в принципе, все так же. Провалится издольный. Провалится? Ну а что здесь может быть отлично? Мне кажется, оно так и было. Вы имеете в виду, если у центра производить только? Ну это да, то есть статья активов провалится сильно. Да, и прибыль у учредителя заберем. Естественно. Ну мы ему и должны показывать ее реально, это мы ему разговариваем, да. Ну вот получается, да, то есть понятно, что это ситуация. Вот такая. Так, теперь я немножко уже более короче расскажу про нематериальные активы, хотя в принципе, как мне кажется, в этом стандарте даже более широко писали, дали понять, что у нас действительно должно учитываться, но он тоже приближен к международным стандартам. И начинается он со следующего опять. Посмотрите на 28-й страничке. Кстати, я напомню, у нас сейчас пока 14-й стандарт действует, но мы его-то не очень правильно применяли. Многие на это положение по бухгалтерскому учету и материальной активе не особо обращали внимания. Чаще всего с бухгалтерским сационаловым учетом все это приравнивали. Но данный стандарт, он все-таки более так прописан, я бы сказала, так сказать, профессионально, что ли. Итак, первое. Опять можно не применять, если вы субъект малопредпринимательства, микропредприятия, и как бы для вас вы можете применять упрощенный способ ведения бухгалтерского учета. Как в этом случае вы будете учитывать нематериальные активы в том периоде, в котором вы их приобрели? Все. На расходы сразу списываете. Это вот тот порядок, который здесь упрощенный предполагается. Дальше. Дальше. Третий пункт. Идет понимание, что такое нематериальный актив. Но на самом деле в этом отношении тоже ничего не меняется. Не имеет материально-вещественной структуры. Предполагается к использованию в периоде более 12 месяцев. Дальше. И предназначен для извлечения вот этих вот вечных у нас экономических выгод. Да. То есть или в ходе обычной деятельности, или в связи там с каким-то предоставлением заплаты и так далее. Дальше. Переквалификация дальше. Или переклассификация она называется. Смотрите. Вот там я выделил под пунктом В следующий пункт. В случае изменения способа получения экономических выгод от нематериального актива так, что он больше не характеризуется совокупностью указанных в настоящем пункте активов, организация переклассифицирует нематериальный актив в другой соответствующий актив. То есть это может быть какая ситуация? Ну, разные бывают. Но, конечно, здесь не смысл в том, что, например, если, к примеру, нематериальный актив, какой-то объект интеллектуальной деятельности записан на диске, и мы хотим этот диск извлечь. Чаще всего бывает, например, научно-исследовательская разработка, она может сопровождаться созданием какого-то опытного образца. И в этом случае, например, так, это здесь, да, материальный носитель. И этот опытный образец, он как бы входит в стоимость вот этого нематериального актива. Но, например, мы принимаем решение взять опытный образец и использовать как оборудование. Зачем? Мы произвели два раза деньги тратить. Мы его возьмем и будем использовать, когда он там все эксперименты прошел. То есть получается, он как бы не в составе нематериального актива, но он нам нужен теперь как основное средство. И в этом случае мы можем расценить это все. Какую стоимость примерно оценить он там составляет. Сделать, как бы, расценить этот объект, часть оставить в стоимости прежней как нематериальный актив, стоимость этого актива оттуда вывести, принять к учету как основное средство и дальше использовать как основное средство. Вот это подразумевается. То есть если раньше вот этих механизмов не было, как там развести этот нематериальный актив, можно ли его там разбирать на части или нет, здесь вот это все описывается. Пожалуйста, можно и так. То есть везде заложено вот это понимание. Нужно переклассифицировать, было одно, стало другое. Да пожалуйста, делайте, это ваше решение. Причем очень часто как раз методов этой расценки здесь нет. Мы сами принимаем эту позицию. Дальше. А вот теперь следующий, четвертый пункт, конечно, опять будет вызывать сомнения. Это то, что теперь будет признаваться нематериальными активами. И вот тут, если мы сейчас начнем с вами сравнивать с налоговым учетом, опять будут прозреши. Смотрите, первое. Права на использование результатов в интеллектуальной деятельности. В том числе исключительные и неисключительные. Конечно, исключительные, вы сами понимаете, нематериальный актив. А не исключительные. Вам дали право пользования. В налоговом учете у нас с вами это расход. И это сказано в 257 статье. Это не является нематериальным активом. А в бухгалтерском учете теперь такие права становятся нематериальными активами. То есть вам дали по лицензионному соглашению право пользования программным продуктом. Вот то, что вы оплачиваете. Вы из этого будете формировать стоимость нематериального актива. И учитывать. Вот так этой ситуацией теперь трактуется. Я про исключительно это не говорю, они и так у нас были нематериальными активами. Вот и получается расхождение. Первое. Второй пункт Б. Посмотрите права на осуществление определенных действий. Кто давно работает, помнит, когда-то в нематериальных активах у нас были с вами уже лицеи, разрешительные документы. Они назад теперь возвращаются. Но в бухгалтерском учете, а в налоговом учете у нас нет такого нематериального актива. Если вы сравните, опять же, 257 статью, там такого нет. Там сплошные объекты интеллектуальной деятельности, там одни исключительные права. А вот здесь нам такое добавляют. Ну, то, что дальше касается приобретенные средства индивидуализации, компьютерные программы, научно-технологичные знания, это понятно. Вот они здесь есть. Поэтому появляется в бухгалтерском учете еще два вида нематериальных активов. Это вот эти права на объекты интеллектуальной деятельности. И второе, это лицензии, разрешительные документы тоже таковыми становятся. Дальше. Шестой пункт, посмотрите. Настоящий стандарт не применяется в отношениях. Ну, сначала то, что здесь написано, все и понятно. А вот посмотрите пункт Г. Ну, это тоже пункт, наверное, будет понятен. Сейчас я дойду до какого. Так, это интеллектуальные деловые качества не применяются, но их нет у нас и в налоговом учете. Нематериальные активы, создаваемые для заказчиков во исполнении договоров по их созданию. Ну, понятно. Это запасы у нас теперь, мы понимаем, да? Они таковыми являются. То есть мы не для себя нематериальный актив, а для передачи кому-то создаем. Так, нематериальный, и опять же, как бы нематериальный актив, использование которых прекращено в возобновлении, не предполагается в связи с принятием решения об их продаже. Вот она опять переклассификация. Если у нас есть нематериальный актив, который уже не используется, использование его прекращено, и мы не собираемся возобновлять, а будем как бы его продавать, то он к нему не относится уже данное положение. Опять переклассификация, она у нас отправляется опять в запасы. То есть даже если это тот же объект интеллектуальной деятельности, он все равно опять отправляется в запасы. Отражаться будет по статье запасов. Вот они здесь есть, да? Дальше идут вот эти терминологии. Активный рынок, группы нематериальных активов, исследования, ликвидационная стоимость разработки. Ну, в первую очередь, активный рынок. В общем-то, нам особо пока это и не нужно. Потому что активный рынок, предполагаю, есть такое понятие, как тоже обесценение стоимости нематериальных активов. И это связано тоже, и даже не обесценение, а, я бы сказала, переоценка нематериальных активов, потому что разные формулировки разные понимают. Переоценка, то есть доведение до рыночной стоимости. Но это возможно только по тем нематериальным активам, по которым есть активный рынок. А что такое активный рынок? Это где активно продаются. По товарам активные рынки есть всегда, можно рыночную стоимость определить. А по объектам нематериальных активов сложно, в какой цене идут программы, все очень индивидуально и так далее. Поэтому проактивный рынок у нас и в старом ПБУ было, да не больно применяли эту ситуацию. Хотя, может быть, это когда-то и разовьется. Дальше, что касается понятия исследования и вот это понятие разработки, они здесь введены для кого? Для тех, кто собственными силами создает для себя нематериальный актив. То есть, если, например, организация, во-первых, здесь вот эта методика прописана. Раньше, я помню, мне даже организации там писали, просили, я там выкладки делала одной организации. Они решили собственными силами создать нематериальный актив. Ну, то есть, программисты у них есть, разработчики, и вот у них вопрос, как, что туда учесть. И мы с ними целую методику создавали, то есть, и зарплата, и налоги там, ну, вот что-то учитывали, всю эту калькуляцию прописывали и так далее. То есть, потому что реально нигде это не прописано, но оно как таковое должно быть. Сейчас здесь это более подробно прописано. То есть, если вы создаете собственными силами нематериальный актив, то, как бы, в стоимости этого нематериального актива участвуют две группы затрат. Первая называется исследование. То есть, если у вас, исходя из ваших документов, четко следует, ну, например, может быть, вы кому-то заказываете это исследование на предмет того, будет ли эффективно использовать этот нематериальный актив в будущем. То есть, вы, как бы, ведете все подготовительные работы, связанные с началом создания этого нематериального актива. Может быть, это действительно в какой-то определенной стоимости будет выражаться. Так вот, исследование не включается в себестоимость нематериального актива. То есть, вы эти расходы списываете сразу. А вот когда вы уже убедились полностью, что вы знаете, для чего вы это делаете, и что у вас есть работники для этого, кто это сделает и так далее, можете просчитать стоимость. То есть, тогда уже начинает формироваться разработка. Разработка стоимости разработки включается в себестоимость нематериального актива, который вы принимаете уже себе к учету. Это вот для этого здесь предусмотрено. Ну, и есть такое понятие ликвидационной стоимости. Это понятие ликвидационной стоимости заложено теперь и для основных средств, и в то же время заложено и для нематериальных активов. То есть, у таких активов долгосрочных понятие ликвидационной стоимости связано со следующим. То есть подразумевается, а что же остается после ликвидации данного основного средства, или, например, что остается после ликвидации данного нематериального актива. И вот эту категорию организации как бы тоже нужно определять. То есть на начальном этапе, где-то на счетах бухгалтерского учета нигде это не ставится, но подразумевается, что мы должны амортизировать данный объект до того момента, пока его балансовая стоимость не сравняется с ликвидационной стоимостью. Ну, например, если, допустим, это нематериальный актив, и мы понимаем, что мы будем его эксплуатировать, и в результате мы его будем использовать до тех пор, пока мы полностью его не используем, то мы можем предполагать, что после его ликвидации ничего не останется. Ну что там останется? Выгода какая? Никакой. Значит, мы говорим, ликвидационная стоимость ноль. Например, по основным средствам такая же категория есть. То есть там предполагается, что ликвидационная стоимость это вот те материалы, которые мы можем в результате разборки получить, это и есть вот эта ликвидационная стоимость. Это первый вариант. Можем получить, а можем и ничего не получить. То есть если мы не знаем четко, какая будет стоимость, если мы предполагаем, что будет использоваться неизвестно сколько, и все износится, то тоже может быть ноль. Но эту категорию нам тоже как-то нужно теперь определять в рамках понимания. Никто никаких методик не даст, но в нематериальных активах чаще всего мы говорим, что это ноль, конечно. А вот с основными средствами это немножко сложнее. Все зависит от того, что это за основное средство. То есть она дана нам для того, чтобы мы к ней приближались в рамках начисления амортизации. Дальше. Ну, дальше здесь говорится опять же про формирование. Кстати, здесь тоже хорошо сказано, например, может быть и совместная принадлежность нематериального актива. Вот сейчас на практике бывают ситуации такие. Например, есть разработчик какую-то программу, вы заказали, например, тот же сайт, вы разрабатываете тот же сайт. Заказали у кого-то разработку этого сайта. Получается, как бы сам сайт будет состоять из чего? Из основной вот этой оболочки, на которую все нанизывается. И, как правило, вот эта оболочка, ее стоимость остается в качестве так называемого авторского права у разработчика, потому что он знает, как это делать. А у вас, например, в качестве вашего объекта интеллектуальная деятельность является вашим объектом информация, которую вы даете для размещения на этом сайте. И вот я буквально недавно, обратились ко мне организации, она говорит, вот у меня договор есть. Как нематериальный актив? У кого нематериальный актив? Как я ее поставлю? Значит, открываем договор, а там он составлен очень квалифицированно. И там разработчик говорит, что он за собой оставляет исключительное право на эту оболочку, разработку, а заказчику принадлежит исключительное право на информацию. Если вот сегодня открывать наше положение, наши документы, там нигде этого нет. И мы не понимаем, что в этой ситуации делать. То есть, получается, заказчик получил этот нематериальный актив, он заплатил и за эту оболочку, он и заплатил за вот эту себестоимость, не себестоимость, а вот эту информацию, то есть полностью оплатил. И у него возникает вопрос, мне как нематериальный актив утрозить или как расходы? На самом деле, получается, он же все равно обладает исключительным правом, поэтому нематериальный актив он должен поставить. Но если какое-то в этом случае исключительное право ему не принадлежит, то в этом случае эта часть расходов может как текущие затраты сесть, а остальная часть будет у него учитываться как нематериальный актив. Вот эта ситуация. Правильнее бы в этом случае, например, даже вот этому вот автору написать, что, например, передается право на использование этой оболочки и, соответственно, передает исключительное право на саму вот эту вот, ну как сказать, информацию принадлежит заказчику. Вот этой ситуации уже заказчик мог бы сформировать нематериальный актив из двух частей справа, из исключительного права у него бы все это амортизировало. Конечно, я понимаю, что за этим следом должны быть и правильно составленные договоры, но вот суть именно в этом заключается. Но сегодня данное положение, по крайней мере, эту ситуацию нам тоже объясняют. А раньше этого объяснения никакого не было. То есть можно эту ситуацию вычитать. Дальше. Ну дальше здесь описываю. Еще 13-й пункт, посмотрите, пожалуйста. То есть здесь все остальное, как бы все так, более-менее то, что мы говорим. Здесь порядок формирования, стадия разработки, исследования описывает, чтобы мы не ошиблись. А вот на 13-й пункт, на 30-й страничке посмотрите. Что здесь сказано? Вот смотри, деловая репутация, да, она нас ни бухгалтерским, ни налогом сейчас не интересует. А дальше товарные знаки, фирменные наименования и другие аналогичные объекты признаются исключительно, имеется в виду в качестве нематериального актива, в случае их приобретения у других лиц. Затраты организации на самостоятельное создание указанных активов признаются расходами периода, в котором они были понесены. Так что получается теперь? Вот товарные знаки, фирменные наименования, которые мы сами создаем, потом получаем на них свидетельство в Роспатенте. В бухгалтерском учете у нас наши собственные становятся расходами текущего периода. А если они уже стоят, что с ними будет? Значит, будете переходить на это ПБУ, исключите их, то есть вам придется их расходы отнести в переходном периоде. А в налоговом учете вы увидите, что товарные знаки у нас являются нематериальным активами. Поэтому, конечно, будут приводить налоговый учет в соответствии с бухгалтерским учетом еще неизвестно. На следующий год точно не привели уже, ничего не прописали, да? Может быть, поэтому и тянут все-таки применение вот этого ПБУ до следующего года. Но факт остается фактом. Получается, в налоговом учете у нас товарный знак амортизируют, списываются. А дальше, а в бухгалтерском учете у нас товарный знак наш собственный в расходы положили. По мере траты, там, эскиз сделали, затратили деньги, там, еще какие-то расходы, госпошину заплатили, все это списали в расходы. Получается, а вот если вы получаете право, и вам дают право на использование товарного знака, или какого-то, ну, в данном случае товарного знака, вы под ним выпускаете, но вы оплачиваете право. Вот это право, не материальный актив. Вот теперь вот такая вот каша, да? Получается совершенно другая ситуация в налоговом учете у нас. Так, что еще здесь есть? Так, здесь, кстати, вот этот процесс дисконтирования тоже заложен. То же самое, если не материальный актив создается или приобретается на условиях отсрочки платежа. Но самое, наверное, что должно повергнуть вас в недоумение и шок, это я напоследок оставлю, это амортизация. Это амортизация. Ну, здесь заложена, кстати, текущая переоценка. Но я еще раз говорю, с нематериальными активами все намного сложнее. Потому что переоценивать нематериальный актив нужно в том случае, если есть активный рынок. Если мы можем определить, что рынок и рынок и рынок. А поскольку все у нас индивидуально, то переоценить нечего. Нет базы, да, для чего. Поэтому чаще всего сейчас пока, наверное, переоценки никто не будет применять. Тем более, как здесь сказано, принимая к учету нематериальный актив, мы должны определиться, будет он учитывать у нас по балансовой стоимости или с переоценкой. Балансовая стоимость, это вот эта себестоимость приобретения минус амортизация. То есть понятия остаточной здесь нет, здесь есть просто вот эта балансовая оценка. А вот теперь, что касается амортизации. С одной стороны, вот посмотрите на 32-й пункт сроков полезного использования, вариантов определения сроков полезного использования, здесь вон какое количество огромное. Прямо на выбор, что хотите. Это и какие-то юридические права, и нормативные договорные отношения, и намеренные организации. То есть право ваше для какого-то критерия здесь не указано. Каждый раз мы определяем сами. Кстати, напомню, что сейчас очень хорошо в 33-м пункте прописано, что такое нематериальный актив, имеющий неопределенный срок его полезного использования. Дело в том, что в старом 14-м ПБУ была такая странная фраза, она тоже позаимствована была из международных стандартов. Кстати, 14-е ПБУ предыдущее тоже было кусочками уже заимствовано из международных стандартов. Только другой вопрос, что тоже там кусками дергали, поэтому пытались его выровнять из бухгалтера с налоговым учетом. Значит, что такое нематериальный актив с неопределенным сроком полезного использования? Это значит, у нас есть нематериальный актив, а мы не предполагаем вообще, когда его актуальность изменится или вообще, когда он станет неактуальным. Ну, например, там открытие ядерной энергии всю жизнь актуально, и тот, кто владеет вот этим исключительным правом, практически не будет его амортизировать. Может быть, начнет амортизировать только тогда, когда откроют какой-то другой вид энергии, и данное ядерное станет неактуальным. Грубо, да, вот так вот получается. Вот это имеется в виду. Поэтому вот такого понятия, как здесь иногда связывают, говорят, неопределенный срок, это я, значит, не могу определить, сколько я его буду. Любое в случае мы определяем, нет у нас такого понятия, как неопределенный срок. Мы должны его определить, в любом случае. Вот сегодня мы определим, но другой вопрос, что если даже мы определили с вами неверно, и ситуация такова, что мы сегодня, например, заложили по правовым документам 3 года срок полезного использования нематериального актива, 3 года проходит, а мы понимаем, что вообще-то мы его очень дальше будем использовать, да, то вот это как раз и разговор о том, что вот в этом пятом разделе сказано, что организация должна амортизировать нематериальный актив столько, сколько он реально будет использоваться, пока его остаточная стоимость не приблизится или балансовый к ликвидационной стоимости. А ликвидационная стоимость, это не остаточная, когда первоначальная минус амортизации. Ликвидационная, это вопрос о том, что вот на эту дату, когда он превратится в ноль, его ликвидировать надо, то есть его списать должны. И сейчас вот с введением вот этих положений, что по учету основных средств, что по нематериальным активам, у нас не будет с вами картинки, как раньше, открываешь баланс 0,1, 0,2, равно, и висят они две, эти операции, да. То есть ситуация будет такова, пока у нас будет учитываться этот актив, мы будем его амортизировать все время, а для того, чтобы он у нас все время находился в движении, возможно, мы будем каждый год оценивать и определять, а правильно мы определили срок полезного использования или нет. Это не говорит о том, что каждый год мы будем пересматривать. Может быть, постепенно мы натренируемся и потом будем более-менее там улавливать, какой срок будем применять. Но смысл заключается в том, что, например, если мы приняли срок полезного использования, допустим, там 5 лет, но понимаем, что потом это слишком много, и мы его раньше используем, да, испишем, то в этом случае мы этот срок пересмотрим, например, на 4 года. Или наоборот, мы приняли срок полезного использования 5 лет, а мы понимаем, что через 5 лет, например, к концу 4 года уже прошло, к примеру, 5 год наступил, но мы видим, что на самом деле этот объект будет еще использоваться. Или может быть ситуация такая, мы 5 лет его самортизировали, да, в конце 5 года мы начинаем смотреть и говорим, да мы в следующем году его снова будем использовать. Поэтому 5 лет не актуально, мы еще 3 года будем его использовать, и мы присматриваем 3 на 5, а в результате этого мы пересчитываем амортизацию. И вот это тоже, что здесь заложили. Я вот этот вариант, примерно, скажу, как это происходить будет у нас. То есть ситуация такая получается, вот, например, да, например, допустим, у нас есть основное средство на 0,1 счете, ну, допустим, там 1000 единиц оно составляет, ну, и мы говорим, амортизировать это основное средство будет в течение 5 лет, срок определяемый, так срок полезного использования у нас будет 5 лет. Значит, в результате этого ежемесячно, ежегодная сумма амортизации у нас равна будет 200 единиц. Ну, например, первый год, допустим, какой-то первый год мы его амортизируем, и мы в расходах у себя учли 200 единиц. Дальше, концерт первого года, здесь сказано в конце каждого года, но это не значит, что мы обязательно должны пересмотреть, будем не все же пересмотреть. В конце этого первого года мы говорим, начинаем смотреть, и говорим, 5 лет мы установили, а потом смотрим и понимаем, что вообще-то 5 лет мы не будем его никак использовать. Почему? Потому что, возможно, мы там предполагаем, что эта продукция будет обновляться, нужно будет новое оборудование и так далее. И мы говорим сейчас, нет, мы 5 лет зря установили, нам нужно установить 4 года, да? А исходя из срока полезного использования 4 года, ежемесячная амортизация составляла бы 250 тысяч. Это говорит о том, что во втором году мы должны начислить амортизацию 250 тысяч, и в третьем году 250 тысяч и так далее. Но тогда, естественно, когда мы начислим за оставшиеся эти периоды по 250 тысяч, у нас останется разница, да, 50 тысяч. И вот это и называется, говорится, что это возникает корректировка оценочного значения. Амортизация у нас является оценочным значением. Поэтому в конце этого первого года, когда мы пересмотрели срок полезного использования, изменили, мы корректируем. Вот в данном случае, в связи с тем, что у нас амортизация, срок полезного использования уменьшился, нам бы надо было бы доначислить амортизацию. Поэтому мы опять по кредиту 0 второго счета начисляем 50 единиц, да, а здесь мы применяем затратный счет. Ну, на самом деле, здесь я считаю, что совершенно можно применять те затратные счета, где у вас эта амортизация начислялась, да. То есть вот затратный счет переоценили, и у вас в бухгалтерском учете действительно, получается, попадает эта амортизация уже в предыдущий год, дает вам реальную балансовую стоимость, а дальше она выравнивается. А если занижено будет то же самое, тогда вы в обратную сторону корректируете эту ситуацию, да. То есть в этом случае у вас получится 0 второй счет, но здесь, конечно, затратный счет мы не трогаем, поэтому 91 на 50, примерно, да. То есть туда-сюда. А если несколько лет получается, нам надо как-то отражать, то есть ретроспективно еще что-то? Ну, и в конце второго года такое получилось, и третьего года, наоборот. Нет, если мы в этой ситуации переоценим предыдущий год, то она уже и легла в предыдущий год. Вот было 200-200, а потом 250. Мы же не переоценим, мы же должны все равно скорректировать. Дело в том, что мы все равно будем корректировать с вами каждый последний год, да. Здесь речь не идет, что мы предыдущие года скорректируем. Все равно мы посмотрим, сколько у нас останется и дооценим, например, и оценим последующий, предыдущий год. То есть затрагиваться будет в результате вот это оценочное значение каждый раз предыдущего года, да. В принципе, отражать это ретроспективно или нет, я думаю, что, наверное, нет смысла, потому что действительно в конце прошлого года мы не пересматриваем срок, мы считали его нормальным. Поэтому, думаю, только в конце каждого года, вот если такое ляжет, нам придется или доначислить, или уменьшить. То есть это будет отражаться одновременно на финансовом результате, и будет вот эта величина как бы балансовой стоимости меняться от этого тоже. Вот такой подход. Поэтому, может быть, кто-то подумает сразу, большой срок установит, кто-то меньше, но видите, вот сроков-то вариантов сколько. В налоговом учете у нас будет все по привлечению. В налоговом учете у нас вообще по нематериальным активам практически по всем, кроме товарных знаков, можно два года установить, быстренько за два года списать, и все. То есть в налоговом учете это просто перенесение затрат, да, формирование налоговой базы. Поэтому там-то вообще нам даются даже такие варианты, которых в бухгалтерском учете нет. За два года спеши амортизацию. И все. И живи спокойно. А это был когда? Вот видите, нематериальные активы, оно само как бы к введению. В 2019 году по приказу, ну это приказ ориентировочный, 20, вот ждем буквально ноябрь, сейчас Минфин выпустит. Скажите, а некоммерческие организации будут начислять амортизацию? Дело в том, что для некоммерческих, будут ли начислять амортизацию некоммерческие организации? Ой, да, вопрос, конечно, интересный, потому что сейчас попробую акцениться с этой ситуацией. Дело в том, что, да, вот это, наверное, правильно сказали, здесь вот в данном положении по поводу, хотя бы на самом деле некоммерческие организации ничем не, если в буквальном смысле, да, вот если в буквальном смысле говорить, то некоммерческие организации, они ничем от коммерческих, в рамках применения этого стандарта, не зависит, не отличаются. Ну, это вот не материально активно. Да. А основные средства там тоже сейчас не начисляют амортизацию? Согласна с вами. Но с точки зрения вот следующего положения, опять же, по основным средствам я сейчас вспоминаю, там действительно тоже ничего особенного для некоммерческих организаций не выделено. Здесь как бы есть такой вопрос. Вот если это маленькая некоммерческая организация, которая относится к категории введения, применения упрощенных способов введения бухгалтерского учета, то здесь вы все сами себе упрощаете, один раз в год можете амортизацию начислить и так далее. Если вы крупная, то, по сути дела, здесь никаких особых исключений для вас нет, как коммерческие, так и вы. Другой вопрос, что сейчас в разработке находится положение по бухгалтерскому учету для некоммерческих организаций. Оно пока находится на стадии разработки. Ожидают его не ранее, 21-го года. Вдруг туда что-то да внесут. Я рассмотрела этот проект, там пока ничего особенного нет, по-хорошему. Там больше степени сейчас пока не пытаются выяснить, как бы как разносить целевые средства, как их признавать и так далее. Пока ничего там нет. Но вот правильный вопрос, но здесь нет особенностей для некоммерческих, кроме как вот для упрощения совсем процедуры. Амортизация будет начисляться со следующего месяца или с первого? Нет, с месяца следующего за месяц. Амортизация начинает начисляться с момента, когда нематериальный актив переведен в местоположение и состояние, пригодное для его использования в соответствии с намерениями организациями. И когда для начала использования не требуют существенных затрат. Да, с этого же месяца. Да, с этого же месяца. Да, 31-й пункт. Начисление. Да, начисление амортизации полностью начала, ее начисление не приостанавливается. Ну и приостанавливается только в том случае, если вот эта сумма балансовой стоимости начинает соответствовать ликвидационной стоимости. То есть здесь получается некий аналог 97-го счета, да, повисели и тут же вот начинаем прям вот. Срок установили, с первого месяца начинаем тихонечко списывать. Ну если говорить, что в налоговом учете мы таким образом права списываем, а здесь мы будем списывать расходы-то, а в этом конкретном случае можно взлезить. Можно взлезить, да. А скажите, пожалуйста, а здесь сумма анализиальных активов там, ну, примерно, распределённых прав или нет? Вот какой пункт. Нет, я поняла. Это очень хорошо, что вы это напомнили, потому что я уже просто как бы зачиталась, а на самом деле я хотела как раз обратить ваше внимание на эту ситуацию. Она очень полезна нам хоть в чем-то, да, должна же быть выгода для налогового учета. Поэтому я сейчас вот, обратите внимание на страничке 29-й, на 8-й пункт. Да, вот это и есть норма. У нас же сейчас с вами в отношении бухгалтерского учета в части нематериальных активов никакого критерия стоимости нет, да? А здесь смотрите, организация в праве не применять настоящий стандарт в отношении нематериальных активов, стоимость которых по отдельности и в совокупности группы нематериальных активов несущественно для отсутствия финансового положения организации. При условии, что организации признают затраты, связанные с такими нематериальными активными расходами, периодом, в котором затраты понесены. Это вот речь об этом, что если мы, например, если все-таки нам это потребуется и нужно, мы для целей бухгалтерского учета можем критерий оценки стоимости нематериального актива установить. Ну, например, у нас сегодня в налоговом учете с вами все-таки критерий амортизируемого имущества, а к нему относятся основные средства и нематериальные активы сто тысяч являются, да, рублей. Поэтому мы можем точно так же себе и в бухгалтерском учете, например, сказать, что все, что не превышает сто тысяч рублей, к нему, к таким нематериальным активам данные ПБУ не применяются, потому что для нас это был затрат, и мы будем признавать в каждом периоде отчета. Может быть, может быть такой, да. Вот это тоже есть, да. Здесь тоже вот это вот выравнивание. Поэтому и переклассификация, и существенность в этом отношении у нас есть. А это где-то в учетной политике, или наоборот, или как пояснительное записывание? Нет, в учетной, ну на самом деле нет. Если мы критерий существенности, все в учетной политике, по бухгалтерскому учету, да, будем описывать с вами. Потому что даже где права эти прописаны, где возможности, все это надо себе, конечно, в учетной политике. У нас это основной документ, который здесь есть. Так, что здесь еще есть интересного? Ну, уже, наверное, мало что радует, да, в этом случае? Сейчас уже ничего. Кстати, вот на 36-й пункт, вот здесь на 34-й страничке, я там пример вот такой пересмотра нарисовала. На 36-я страничка, это вот пересмотр параметров амортизации с целью пересмотра стоимости основных средств. Это срок полезного использования амортизации. Там примерчик такой я вставила, это я его сочинила тут, там, для понимания, что это такое. Ну, дальше идут методы списания. Опять же, линейный способ уменьшаемого остатка, способ пропорционального объема продукции. Помимо, вот смотрите, помимо переоценки, которая может быть по нематериальным активам не будет применяться, вводится такое понятие, как обесценение. Это понятие вводится в нематериальные активы, в основных средствах. Это немножко другое понятие. То есть обесценение, вот если вот как бы переоценка, она связана с доведением данного актива до рыночной стоимости, до реального состояния аналогичных активов на рынке, то обесценение – это доведение данного актива до его реальной стоимости, вот именно отношения к нему. Ну, пример могу такой привести. Например, допустим, есть у нас какой-то объект интеллектуальной деятельности, какая-то научно-исследовательская разработка, и мы ее разработали с целью, например, выпуска какого-то определенного объема продукции. И мы решили для себя, что будем выпускать эту продукцию, например, в течение пяти лет, мы выпускаем ее в размере миллион, там, план какой-то для себя приняли. Или начали выпускать. Выпускали-выпускали, а в это время там на соседней фабрике тоже такую же продукцию начали выпускать, причем даже без нашего оборудования, которое мы тут как неокр произвели, да, значит, более эффективно. И мы понимаем, что на самом деле ценность нашего нематериального актива снизилась, потому что мы теперь понимаем, что в течение этого периода мы уже период выпуска продукции мы сокращаем, например, там, уже будем не пять лет выпускать, например, там, а два с половиной года, да, и в результате этого мы понимаем, что реальная ценность вот этого нашего объекта, она на самом деле снизилась, мы в нее такие планы закладывали. Поэтому происходит обесценение вот этого объекта нематериального актива. То есть, грубо можно так сказать. Конечно, это тоже математический расчет, это тоже, как бы, такие непростые варианты подтверждения. Ну, например, на 50% меньше продукции снижаю, вернее, буду выпускать, значит, я на 50% уценю свой вот этот нематериальный актив. Что собой представляет такое обесценение? Тоже применяется счет амортизации. Просто в этом случае рекомендуют 0,2, например, не амортизация, я сделала, например, 0,2 обесценение, то есть аналитику ввести. И та же самая ситуация происходит. То есть мы 50% уцениваем на этот 0,2 счет, и в результате у нас сама уценка ложится в расходы. Можно здесь в этом случае, конечно, 91 счет применять. То есть получается балансовая стоимость меньше. Но я опять же говорю, в большинстве случаев это редко, когда будет применяться. Но кому-то это понимать нужно. Это действительно такие серьезные расчеты, которые подтвердят, что, например, данный нематериальный актив уже не столь актуален, и поэтому реально, конечно, мы должны его оценить. Опять же, может быть, вы будете переоценкой заниматься, может быть, это будет обесценение, да. Но вообще считается, что переоценка – это один фактор, да, чисто до рыночной стоимости. Обесценение – это реальное составляние этого объекта. Поэтому может быть и переоценка, и обесценение. То есть все может быть в одном флаконе. И в результате доведения там до какого-то нуля, например, стоимости этого актива. Вот такие факторы у нас существуют. Ну, а что касается седьмого пункта, это вот понимание списания. Списание, да, то есть у нас списание раньше было в результате там ликвидации и прочее, прочее. Хотя логику было то же самое, подразумевало. Вот если сейчас читаться даже действующий ПБУ, там то же самое говорилось. Но как-то мы немножко по-другому к этому относились. Здесь же сказано, что на самом деле списание идет тогда, когда актив прекращает использоваться. А это значит, к этому периоду он должен быть самортизирован практически по ликвидационной стоимости до нуля. И тогда он начинает у нас выбывать. То есть по логике получается, если, например, мы не самортизировали этот объект, и он не ликвидируется, значит продолжаем начислять амортизацию. Но если мы полностью амортизацию списали, и он в ноль превратился, значит в этом случае ликвидационная стоимость ноль, и мы должны его исключить. Как бы списать. Потому что в противном случае получается, значит мы что-то делали неправильно.